На востоке Казахстана завершили установку несущих конструкций самого длинного моста через Бухтарминское водохранилище. Его протяженность составляет более 1,3 км. По оценкам моста строителей большая стройка практически завершена. Ожидается, что открытие мостовой переправы в регионе наладит бесперебойное транспортное сообщение – доставку продуктов и медикаментов в отдаленные селы с населением более 30 тысяч жителей. Движение откроют не раньше 2025 года, анонсирует планы заместитель руководителя управления пассажирского транспорта Ерлан Уалиев. До конца октября планируется уже проехать по данному мосту. Но работа будет продолжена. Конечно, там благоустройство есть, весь процесс. Соответственно, данный мост будет принят в эксплуатацию в 2025 году. Почти 500 миллиардов тенге задолжали казахстанцы банкам. В основном это потребительские займы. Большая часть из них приходится на жители мегаполисов. Алматинцы набрали кредитов почти на 200 миллиардов тенге. Заемщики из Шимкент и Астаны должны почти по 40 миллиардов тенге. В этом списке также жители Карагандинской и Туркестанской областей. Меньше всего должны финансовым организациям жители Североказахстанской и Улутаусской областей. Ездить в Беларусь на своей машине россиянам станет проще и выгоднее. Речь об этом шла на совещании главы российского правительства Михаила Мишустина с вице-премьерами. Новыми возможностями российские автомобилисты смогут воспользоваться уже с 1 октября этого года. Готовила законопроект, который позволит владельцам автомобилей при желании расширить покрытие ОСАГО и на территорию Беларуси. Тогда им не потребуется платить за дополнительную страховку. Компенсации по дорожным происшествиям уже будут включаться в существующую страховку. Сохранится также и возможность использования электронного документа, поэтому носить с собой бумажный полис не обязательно. Президент Индонезии Джоко Видода провел первое заседание правительства в новой столице Нусантаре. Участники встречи обсудили реализацию 55 инфраструктурных проектов будущей столицы. Глава Индонезии заявила о выделении на эти цели средств в размере 3,5 миллиардов долларов. Деньги направят на сферы образования, здравоохранения, торговли и городского озеленения. Напомним, строительство новой столицы Нусантары началось 4 года назад. Тогда власти страны решили перенести главный город Индонезии из Джакарты из-за проблем с инфраструктурой и экологией. Нынешняя столица уходит под воду на 25 сантиметров в год. Около тысячи человек перекрыли проезжую часть у зданий правительства и Медсербии. На улицы Белграда вышли к активисты. Они заблокировали движение автомобилей и общественного транспорта. Демонстранты требуют запретить добычу летия на западе страны. Помимо экологической составляющей, протест носит антиправительственный характер. В ВВД страны уже сообщили, акция была организована по сценарию цветных революций. А сам президент страны Александр Ивучич заявил, Россия предупредила власти Сербии о подготовке западными странами массовых беспорядков с целью госпереворота. «Захват двух железнодорожных станций, дороги у моста в столице, остановка движения на автомагистрали – всё это не является вкладом в демократию. На самом деле, совсем наоборот, это издевательство над демократией, как политической системой. Это насилие меньшинства, террор меньшинства над большинством». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова